Умит, добрый день. Добрый день. Умит, скажи, пожалуйста, кто ты, кто ты по профессии, кем ты была до того, как пришла в сетевой бизнес? Меня зовут Умит Колымбетова. Я приехала из Казахстана, из Астаны. До этого 25 лет прожила в городе Караганды, замечательный город. Я вообще профессиональный бухгалтер в сетевом бизнесе. Это мой первый в жизни проект. Я думаю, что это на всю жизнь, как и первая любовь. Потому что я человек очень основательный, я человек командный. Что мне нравится здесь, то, что меня привело, я увидела здесь перспективу. Потому что, ну, можно даже, знаете, курьезно, но можно сказать, что в этот бизнес меня привела свекрохи. Да. Потому что как-то она достучалась до меня и заставила задуматься о том, что вот у тебя два сына растет, а ты до сих пор вот имеешь одну квартиру. Вы знаете, она говорит, а когда ты женишь их, куда ты двух снух поселишь? Я говорю, ну, конечно, я разозлилась, я сказала, у меня трехкомнатная, я все в три комнаты, мы расселимся как-то. Ну, надо же понимать, что это реалии жизни. Ну, пришлось взять ипотеку. С 2008 года мы были в ипотеке с супругом. Первый дом купили, вторую квартиру купили сыну. Ну, знаете, это очень дорого. Это бьет по карману, это такое ермо, что ты вот из штанов выпрыгиваешь, чтобы быстрее ее погасить. Я сейчас могу любому рассказать, как быстро погасить ипотеку. Любые способы. Просто узнав этот продукт, я поняла, что должна быть какая-то другая возможность, чтобы, ну, может быть, без подтверждения дохода, но как-то подешевле, чтобы немножечко это было по карману, не так сильно било. Поэтому, когда я узнала про этот проект, ну, во-первых, я не поверила сразу. Я посмотрела, ну, ладно, в России кооператив работает, но как это в Казахстане? Ну, это невозможно, у нас другое государство, другие законы. Ну, меня убедили только факты. Когда я увидела председателя кооператива, вот с документом о том, что 4 декабря 2014 года был зарегистрирован кооператив, я была в легком шоке. В Казахстане, да. Услышала, ну, надо же перепроверить факты. Приезжая в семинар, вы не поверите, всю дорогу в электричке я считала. И я досчитала, что я 25% от своего платежа экономлю, если я перехожу на эту программу. Ну, осталось только, поскольку я профессиональный бухгалтер, осталось проверить законодательно. То есть я все это проверила, убедилась, и на свой страх и риск вступила. Муж его говорил. Я говорю, на это время у нас уже был третий ребенок, третий сын, а мы, казахи народ, такой, что нам по возможности надо обеспечить каждого сына недвижимостью. Поэтому мы так подумали и решили рискнуть. На сегодняшний день три квартиры в нашей семье куплены. То есть родители мои купили, пенсионеры, сестренка купила, мы сами купили. И можете поздравить, вчера я как активный пайщик вышла на оформление еще одной квартиры. Скажи, ты не жалеешь, что ты перешла полностью, все бросила и перешла в сетевой бизнес? Вы знаете, были страхи, были трудности. Потому что перешла я сюда, потому что я начала делать первые успехи. Но поскольку я не знала навыков, как работать в сетевом, это для меня было вообще что-то непонятное. Было очень трудно на самом деле. И когда, вот два с половиной года назад, у меня получилось, сложились обстоятельства так, что у меня сменилось руководство. И вот тогда у меня встал выбор, либо работать с новой командой, принимать условия новой команды, либо идти в свободное предпринимательство. И знаете, кто повлиял на мое решение? Вы, Роман Викторович, с вашей лекции о том, сколько тебе лет, и чего ты в этой жизни достиг. Мне было 42 года, и я поняла, что если я сейчас сама на себя не начну работать, то есть не получу эти навыки предпринимательства, я всю жизнь буду наемным работником. Я очень дорогой наемный работник, я хороший профессионал своего дела. Ко мне до сих пор обращаются за консультациями. Но вот буквально в том месяце я сделала для себя анализ. Два с половиной года я в этом проекте. Я просто взяла, поделила свой гонорар на 30 месяцев. И вы знаете, вышло в полтора раза больше, чем мне платили по главному бухгалтеру. А какой максимальный доход был в месяц? Максимальный доход у меня 5000 евро был. В июне прошло, ну, позапрошлом месяце получается. Благодаря обучению, которое я прошла, Leadership 2 в Венгрии, в Будапеште, мой доход за последнюю неделю составил 3000 евро. Я сама в шоке. Так приятно. Прекрасно. Вот. Это раньше мне надо было полтора-два месяца, чтобы заработать такие деньги. А сейчас я их получила за неделю. Ну, получив один раз, я буду уже стараться, чтобы достигнуть еще раз этого результата. Любой лекор бьется. Точно. Умит, подскажи, пожалуйста, а как твое окружение, твои друзья, родственники отнеслись к тому, что ты стала заниматься сетевым бизнесом и полностью бросила свою профессиональную бухгалтерию? Вы знаете, как раз-таки здесь все разбились на два лагеря. Кто меня понимает и кто не понимает. Ну, зато выявилось кто есть кто. Друзья меня поддерживают, но пока еще некоторые не являются партнерами нашей компании. Одни уже стали клиентами и тоже купили квартиры своим детям, которые студенты в других городах. Прекрасно все работает. У меня из моего окружения уже люди на вторые объекты заходят по накопительной программе. Это же такая шикарная возможность. Жилищная кооперация, это, я не знаю, это вот, ну, восьмое чудо света, может быть, если это можно так назвать, конечно. Скажи мне, а есть ли у тебя мечта и какая у тебя цель на ближайший год? Ну, на ближайший год я планирую до Нового года закрыть директорский уровень, потому что директорский уровень – это стабильность, это стабильный доход, это финансовая независимость, что немаловажно. И, вы знаете, это больше времени. Вот я очень хочу уделять больше времени семье, детям, но сейчас пока, к сожалению, не получается. У меня у супруга линейный бизнес, мы договорились, он как бы позволяет мне разъезжать, потому что, ну, дети без матери – это тоже сложно. Но я хочу, чтобы у моих детей была именно мама, которой они могли гордиться. Вы знаете, моей мечтой является создать родовой капитал. Вот первый родовой капитал в своей семье, чтобы я каждого ребенка обеспечила, у меня их четверо, у меня дочь и три сына. Я хочу, чтобы вот у них был капитал, чтобы детям, внукам досталось. Еще у меня есть одна большая мечта, я хочу создать общественный фонд, но это не сейчас, лет через пять, и вот чтобы по Казахстану помогать очень многим людям. Мне нравится, когда вот мое окружение, вот ты решаешь, человек к тебе приходит с проблемой, и ты вот помогаешь ему решить ее. Это же здорово, потому что кто-то финансовые свои проблемы решает, кто-то же личные проблемы решает. Я своим консультантам всегда говорю, работайте сердцем, будьте открыты, услышьте, что хочет клиент, и клиент должен уйти от вас довольным. Вот это вот мне нравится в этом бизнесе. Ну и свободный график. И вообще столько людей новых в окружении, столько мы повидали вот всех стран, это вот просто не перечесть, столько удовольствия я получила. Да просто я сама поменялась. Я была очень серьезной, вот на работе, сами понимаете, должность обязывает, ты не можешь раскрыться, а буквально два с половиной года изменили меня настолько. В мою жизнь притянулись такие замечательные люди, духовные, можно сказать, учителя. Вот у меня жена Джусопов появилась, да, Анатолий Шин, замечательные люди, благодаря им я стала еще и духовно расти. То есть понимаете, вот эта вот вселенная дает благо, и когда ты растешь, растет и твое окружение. А материальное, оно тут же откликается на это. Омит, спасибо тебе за твой опыт, спасибо за то, что поделилась с нами. Я очень искренне желаю, чтобы твоя мечта сбылась и в самое ближайшее время. Спасибо. Спасибо большое вам и моему руководителю Сиитовой Салтанат Якубовной. Сиитовой Салтанат Якубовной.